Вот слова нашего президента, сказанные в Организации Объединенных Наций 28 сентября 2015 года. Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых, природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Я думаю, это первые слова такого рода сказанные в Организации Объединенных Наций. И наш президент имел именно такие технологии. Почему я об этом могу уверенно говорить? Потому что и в ФСБ, и в Министерство обороны, и в наши другие ведомства направлялись предложения от множества изобретателей, которые показывали не только проекты, но уже изготовленные образцы. И все эти изобретатели отфутболивались. Отфутболивались в Академию наук. Пускай Академия наук напишет свой отрыв. А что пишет Академия наук? Что-то все уже наука. Потому что такие технологии в Академической науке категорически запрещены. Эти технологии совершенно революционны. Но существуют и другие технологии такого же рода, природные, это технологии холодного ядерного синтеза. Напомню, изобретателям Филимоненко еще в конце 50-х годов был получен эффект производства огромной энергии при реакции холодного ядерного синтеза. И эти технологии хотел внедрять в практику Курчатов для налаживания, генерации энергии на станциях, которые использовали бы холодный ядерный синтез. И Королев уже делает на этом принципе двигатели для космических ракет. Но, к сожалению, вмешалась пятая колонна. Эти проекты были загублены. Академик Королев скончался на операционном столе. До этого, при странах обстоятельства, ушел на жизнь Курчатов. А самого изобретателя Филимоненко посадили в сумасшедший дом. Вот так была разгроблена эта революционная программа. Особую ненависть вызывают эксперименты по холодному термоядерному синтезу, которые в настоящее время всячески дискредитируются и высмеиваются комитетом и подчиненной ему прессой. Создание реакторов на основе холодного термоядерного синтеза не оставило бы камня на камне от концепции комитета об ограниченных природных ресурсах. С помощью таких энергетических установок при правильном их использовании можно создавать любые вещества и материалы из самых обычных горных пород. Возможности применения реакторов холодного термоядерного синтеза поистине беспредельны, и они могут принести человечеству такие блага, о которых люди пока не имеют даже отдаленного представления. Ну несколько слов о специальной теории относительности. Заказная теория, я неоднократно рассказывал, как она была заказана, но хуже того, это была криминальная операция. Были уничтожены десятки людей, которые стояли на пути Эйнштейна. Эйнштейна. Настоящий криминал. Значит, теория относительности, все ее формулы были известны задолго до Эйнштейна. Формула Е равняется МЦ квадрат. Это формула Умова 1871 года. Была в русских учебниках до революции. Значит, все давно известно. Если частица летит в потоке эфира, который существует, потому что постулаты теории относительности не работают. Давно известно, что скорость света в разных направлениях разная. Сейчас это спокойно меряется в системах СВЧ-связи. Элементарно делается. Можно даже с помощью лазерной указки это сделать. Принцип относительности не работает в простейших электротехнических опытах. Все это было показано еще Фарадеем. Дело в том, что Эйнштейн не читал труды Фарадея. Он вообще не знал английского языка. Значит, понимаете, все это давно опровергнуто. Но поскольку с 1964 года действует указ Президиума Академии Наук о запрете разглашения всех сведений, противоречившихся теорию относительности, то мы живем в такой ситуации до сих пор. Более того, как говорит председатель комиссии по борьбе с лужей наукой, тот, кто выступает против теория относительности, либо сумасшедший, либо антисемит. Третьего не дано. Окончив факультет ракетной техники МВТУ имени Бауна и пройдя специальную подготовку по ядерной физике, Иван Степанович Филимоненко был направлен в 1951 году на сверхсекретное НПО «Красная звезда». Он не участвовал в создании атомных водородных и нейтронных бомб. Он разрабатывал реакторы для космических ракет. Именно участвуя в этих работах, он понял, что использование урана в реакторах — это путь, ведущий человечество к гибели. И он предложил другой путь — путь ядерного холодного синтеза без использования урана. То, что это возможно, Филимоненко доказал уже в 1957 году, разработав и создав установку, дающую излучение, которое подавляет радиацию, производя одновременно электроэнергию, водород и кислород, а также пар высокого давления, который мог вращать турбину. Эта установка не требовала использования урана, потому и не давала нейтронного излучения и никаких радиоактивных отходов, то есть была экологически абсолютно чистой. Для ее работы требовался лишь один источник питания — тяжелая вода. Ивану Филимоненко, не имеющему даже звания кандидата наук, были даны полномочия, которыми в то время не располагал ни один академик в Советском Союзе. Около 80 крупнейших оборонных предприятий страны выполняли любое указание ответственного ведущего конструктора Ивана Филимоненко. Но умирает Курчатов, затем Королев, отправляют в отставку Жукова. И Филимоненко отстраняют сначала от должности ответственного ведущего конструктора, а затем и вовсе под видом сокращения штатов увольняют. Это случится в 68-м году. Те, кто организовывал Ваш уход, Ваш уход отстранения от работы, они сочли, что вроде бы Вы все уже сделали, что нужно, они уже... Да, но практически было так, что все экспериментальные обоснования, чтобы создать такие аппараты, уже были сделаны. Отсюда люди поняли, что больше работать не нужно. Осталось только заставить коллектив, чтобы он, значит, и сделал, значит, и тогда, значит, готов дырки, значит, на... На орденовом. Ну, да, орденовом. Ученые степени и тому подобное, значит, вот. Чтобы завершить работу над летающей тарелкой, нужно было еще три года. Чтобы ввести в действие уникальную, до сих пор не имеющую в мире аналогов, установку по нейтрализации радиации, хватило бы и нескольких месяцев. Не успел. Не дали. Он был подло подстрелян на самом взлете. Он еще не верил в происшедшее, считал это недоразумением, обращался в ЦК. Но те, кто его увольнял, знали, что делали. Открытия Филимоненко были таким лаковым пирогом, от которого по кусочку досталось бы многим. А каждый кусочек это для кого-то докторская диссертация ученой степени, для кого-то звание академика, а для кого-то и золотая звезда на грудь. Но случилось невероятное. Без Филимоненко довести до конца его разработки по летающей тарелке и установке по подавлению радиации не удалось никому. И в итоге страна, как и весь остальной мир, так и не смогла встать на более дешевый и более безопасный путь развития. Вместо холодного ядерного синтеза был избран губительный ядерный реактор. Если бы вот получилась такая картина, что не умер бы Курчатов, не умер бы Королев, не умер бы Жуков, то все это мы бы сделали. Ну вот и страна бы сейчас была другой. И мир был бы другим. Совершенно другой. Но, к сожалению, вмешалась пятая колонна, эти проекты были зарублены, академик Королев скончался на операционном столе, до этого при странах, кстати, с утешенной жизнью Курчатов, а самого изобретателя Филимоненко присадили в сумасшедший дом. Вот так была разгроблена эта революционная программа. Академическая наука у нас успешно развивалась только примерно 15 лет после войны. Тогда верхушка Академии ног была очищена от раскистов. И действительно, развитие советской науки в то время происходило гигантскими темпами. В то время были созданы лучшие в мире вычислительные машины, лучшие, чем у американцев. Лучшие автомобили, ведь Волга был признан лучшим автомобилем. Лучшие корабли, подводные лодки. В космосе мы далеко вперед опередили американцев. И опередили бы еще больше, если бы наша Академия наук позволила развиваться такому направлению, как холодно-ядерный синтез. Значит, в 1958 году физик Иван Пелимоненко обнаружил это явление. Холодно-ядерный синтез. На этой основе стали делаться генераторы и двигатели. И Академик Королев на основе энергетика холодного ядерного синтеза хотел развивать космические программы. Полеты на Луну и Марс и на Венеру все это планировалось уже с помощью новых двигателей, которые бы использовали холодно-ядерный синтез. А Курчатов на основе холодного ядерного синтеза хотел развивать новую энергетику. Академик Глушков хотел строить новые двигатели. Вся эта программа была загублена академиками. Они назвали ее лженаучной, совершенно несостоятельной. Значит, все эти академики при странных обстоятельствах ушли из жизни. Все эти программы были закрыты. И наши научные программы стали ориентироваться на старые разработки американцев. В том числе и в космической технике. Но самое главное, что по этому гибельному пути была направлена наша вычислительная техника. То есть все наши разработки по вычислительной техники постепенно были прикрыты. Нам сказали, что надо копировать американскую технику. И мы стали копировать американскую технику. Ну, к чему это привело? К тому, что Советский Союз был совершенно не готов к тем революционным преобразованием, которые произошли в вычислительной технике информатики. Значит, это одна из причин разрушения Советского Союза. Значит, все это было сделано по сути дела по программе, которую проводила наша Академия наук. Так что, видите, все это очень давняя история, а с энергетикой вообще дело поразительное. Ведь в послевоенные годы в нашей Академии наук проводилась программа по так называемой энергетической инверсии. Что это такое? Это получение энергии из энергии окружающей среды. То есть, по сути дела, это построение вечных двигателей второго рода. Сейчас это совершенно запрещено, но вы представляете, что в то время в Академии наук была принята такая программа. И она, несмотря на сопротивление большинства академиков, проводилась и привела, например, к созданию холодильника, который успешно работал и не брал никакой энергии сети. Специальный абсорбционный холодильник, который выпускался несколько лет московским холодильным заводом. Да, вот такое было. Ну, естественно, что долго он не выпускался, все это было прикрыто. А между тем, технологии холодного ядерного синтеза в начале 80-х годов стали развиваться в Америке. И за их основу брались технологии того самого Ивана Фельмоненко, которые оказались в руках американцев. Но тут в Америке разразилась совершенно дикая кампания по дискредитации этих программ, потому что стало ясно, что если эти программы внедрять в Америке, то скоро не понадобится ни бензин, ни уголь, ни газ, ни система передачи и продажи электричества, все это в скором времени не понадобится, потому что настолько успешно стали проводиться программы по холодному ядерному синтезу, и только в Америке было уничтожено несколько десятков разработчиков по программам холодного ядерного синтеза, физически уничтожено. Другие запуганы, множество из них уехало в Европу, даже в Японию, где японцы тоже стали этим делом заниматься. Но все это было задавлено, несмотря на то, что отдельные энтузиасты собирали даже на основе двигателей, на основе холодного ядерного синтеза автомобили. Значит, в Петербурге существовала фирма примерно до 2005 года, которая на базе обычных «Жигулей» делала автомобили, которые работали на холодном ядерном синтезе. Эти автомобили кустарно производились, продавались. Значит, в 2004 году эта фирма выставила свой образец на выставке «Экспо-2004» в Париже. Ну, после этого к ним подошел замминистра энергетики Франции и сказал, что, ребята, на вас пошла охота, я советую вам быстренько удирать из Парижа. Ну, вот. Наш следующий день машина их уже была сожжена, уничтожена. Ну, они все-таки выбрались к нам в город успешно и продолжали свою работу еще несколько лет. Пока при странных обстоятельствах главный конструктор этой фирмы умер. фирма была разгромлена. Вот такая история с холодным ядерным синтезом. Но, тем не менее, другими исследователями, в том числе вот такими людьми, как Урод Скоев, программа холодного ядерного синтеза развивалась и в 90-е годы, и в 2000-е годы. Проводились конференции по холодному ядерному синтезу. Все это подвергалось шельмованию со стороны комиссии по борьбе с луженаукой. Обрезалось финансирование этим проектом, хотя финансирование этих проектов шло не со стороны Академии наук. Этим занимались спонсоры. Так вот, на спонсоров оказывалось такое давление, чтобы они прекращали финансирование. Представляете, какие возможности у этой комиссии. А что касается бестопливной энергетики, то у нас были такие разработки еще в конце 90-х годов, но все это было задавлено. Вот такие устройства успешно развиваются в разных странах. В Швейцарии, в Германии, в Турции. Все это есть в интернете, ролики есть. Япония на основе двигателей Минато, так называемое колесо Минато, можно в интернете посмотреть, что это такое, изобретение еще там 30-летней давности. Вот японцы усовершенствовали такие двигатели и поставили их на мотоцикл. на мотоцикл Сумо. Мотоцикл Сумо имеет привод на оба колеса. Одно колесо приводится в движение обычным электродвигателем, а второе магнитным двигателем, вот на основе технологии Минато. Сначала мотоцикл разгоняется, ему требуется аккумулятор для работы электрических схем, формирования импульсов и для управления положением магнитами. Но несмотря на это, вот от маленького аккумулятора автомобиль проезжает там 200 или 300 километров со скоростью 150 километров в час. То есть он экономичнее обычного, так сказать, электромотоцикла в десятки раз. Иди сюда. Видите, минимальное потребление энергии означало что? Революцию в автомобилестроении. И фирма Toyota в то время выступила с программой внедрения таких устройств уже на свои автомобили. И при министре финансов Японии Токинаке Япония начала проводить более самостоятельную политику. Потому что японцы поняли, что если они будут развивать такие технологии, то в будущем им не потребуется такое огромное количество нефти и газа. Япония может стать практически самодостаточной. Значит, можно тогда уйти и от финансовой власти иллюминатов в Японии. И японцы стали проводить такую политику. Но тут на Японию со стороны мировых банкиров пошел шантаж. И как исследовал такой журналист Бенджамин Волфорд, который в Японии живет, он брал интервью у министра финансов Токинаке. Токинаке рассказал ему, и до этого он выступал с заявлением, что к нему поступила угроза со стороны премьер-министра Израиля Натаньягу о том, что если Япония не подчинится политике Международного валютного фонда и Федерального резерва, то против нее будет применено геофизическое оружие. Япония, по всей видимости, полностью не выполнила требования мировых банкиров. И против нее было применено геофизическое оружие, в результате чего головные предприятия «Тойоты» были уничтожены. Заодно произошла жуткая катастрофа на Фокусимской аэрисе. Вот что стоит за трагедией Японии. Видите, Япония захотела проводить самостоятельную политику. Ну а геофизическое оружие сейчас применяется и против Китая, и против Европы, но и против России в том числе. Вот то последнее наводнение на Амуре, это было результатом применения геофизического оружия в Северном Китае. То есть на самом деле оружие применялось против Северного Китая, но больше досталось нашему Давнему Востоку. То есть потери колоссальные, ущерб стране колоссальный. Вот все это продолжение этой глобальной политики, этих представителей черной аристократии, которые владеют Федеральным резервом США, руководят Международным фондом, ну и другими международными мандиалистскими организациями. Видите, вот ситуация очень серьезная в этом смысле. Начало эры бестопливной энергетики относят к 1892 году, когда Никола Тесла изобрел резонансный трансформатор и получил на выходе энергию, многократно превышающую входную. С помощью всего одной турбины, Ниагарской ГЭС и системы беспроводной передачи энергии Тесла обеспечил электричеством целый штат. Корреспонденты его спросили, откуда же берется энергия. Тесла ответил очень просто. Энергия берется из эфира. Я охлаждаю эфир и превращаю его энергию в электричество. После того, как журналисты разнесли весть о том, что из пространства можно получать любое количество энергии и передавать ее без проводов на любое расстояние, при этом не сжигая ни уголь, ни нефть, ни газ, состоялось экстренное заседание правительства США. Состоялось совещание правительства Америки вместе с банкирами. Разговоры, которые там были зафиксированы, они есть в книгах. И там приводится такой факт. Молодой банкир Бернард Барух, обращаясь к Моргану, говорит следующее слово. Вот тут в газетах пишут о каком-то Тесле, который хочет продавать практически бесплатное электричество. Если дело так пойдет, мы решимся монополией. Ну и после этого было принято решение о запрещении технологий Тесла. Патенты Тесла стали изыматься из библиотек, а его имя исчезло из печати. Банкиры, не мешкая, тут же постановили не принимать на рассмотрение никакие изобретения вечных двигателей. На деньги Ротшильда и Рокфеллера при академиях разных стран были созданы комиссии по лженауке, которые до сих пор препятствуют разработкам и внедрению бестопливных технологий. Попытки ученых продолжать работы в этом направлении не пресекались быстро и жестко. Чего стоят странные смерти сотен известнейших физиков, среди которых сам Пуанкаре? Были убиты и талантливые русские экспериментаторы Филиппов и Пильчиков. И, наконец, разработан план по устранению из физики самого понятия эфир. Для этого был создан проект под названием «Специальная теория относительности». То есть было решено изъять из физики понятие эфир. Ну, естественно, они стали искать физика для выполнения такой работы и нашли его через своего родственника, Аппенгеймера, банкира Аппенгеймера. Мать Альберта Эйнштейна в тот момент работала воспитательницей в семье банкира Аппенгеймера, который прекрасно знал, что ее сын интересуется физикой. В книгах Пуанкштейна рассказано много о матери Эйнштейна. Она очень заботилась о своем сыне и пыталась его пристроить, найти ему заработок. И вот нашла ему такую работу, с которой он успешно справился. Спецоперация по внедрению в науку теории относительности Эйнштейна была успешно реализована. Смешаны несовместимые понятия, в том числе пространство и время, что изначально является грубейшей философской ошибкой. И в какой-то мере подтверждает версию о том, что теория относительности была сознательно внедрена и раскручена, чтобы направить физику по ложному пути. Теория относительности является заказной теорией. И главная цель этой теории не истина, а попытка запретить физике понятия эфира, чтобы не дать возможность развивать технологии, которые стал внедрять в практику ТЭСУ. Потому что любая страна, имея предостаточное количество бесплатной энергии, станет действительно независимой. И группа банкиров, стремящихся к новому мировому порядку, лишится власти. Вот эти властвующие семейства потеряли бы часть своей власти. Потому что нефть и газ, еще раз, это прежде всего власть. Деньги для них имеют растепенное значение, потому что они владельцы Федерального резерва и могут печатать денег, сколько им вздумывается. Речь должна идти о внедрении принципиально новых, природоподобных технологий. Я думаю, это первые слова такого рода сказали в Организации Объединенных Наций. Наш президент имел именно такие технологии. А что пишет Академия Наука? Что это все уже наука. Потому что такие технологии в академической науке категорически запрещены. Это теория относительности. Заказная теория, я неоднократно рассказывал, как она была заказана. Но хуже того, это была криминальная операция. Были уничтожены десятки людей, которые встали на пути Эйнштейна. Настоящий криминал. Теория относительности, все ее формы были известны задолго Эйнштейнам. Принцип относительности не работает в простейших электротехнических опытах. Все это было показано еще Фарадель. Дело в том, что Эйнштейн не считал только Фарадель. Он вообще не знал, где используются. Формула Е равняется МС квадрат. Это формула умола 1871 года. Была в русских учебниках до революции. Более того, как говорит председатель комиссии по борьбе с Уженом Украины, тот, кто выступает против и относительности. Либо сумасшедший, либо антисемиолог. Третьего не даду. Если бы вот получилась такая картина, что и умер бы Курчатов, и умер бы Королев, и умер бы Жуков, то все это мы бы сделаем. Ну вот, страна бы сейчас была другая. И мир был бы другой. Совершенно другой. Но, к сожалению, в мешалость пятая колонна. Эти проекты были не забыли. Академик Королев скончался на операционном сцене. До этого представленный, кстати, ушел на жизнь Курчатов. А самого изобретателя и фильмовика пересадили в сумасшедший пол. Вот так была разгроблена эта революционная программа. Теория относительности. Заказная теория, я неоднократно рассказывал, как она была заказана. Это была криминальная операция. Были уничтожены десятки людей, которые стояли на пути в Штейн. Заказная теория. Заказная теория. Заказная теория. Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых, природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии. Это первые слова такого рода, сказанные в организации объединенных наций. И наш президент имел именно такие технологии. С помощью таких энергетических установок, при правильном их использовании, можно создавать любые вещества и материалы из самых обычных горных пород. Возможности применения реакторов холодного термоядерного синтеза поистине беспредельны. И они могут принести человечеству такие блага, о которых люди пока не имеют даже отдаленного представления. И позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техно-сферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Если бы вот получилась такая картина, что не умер бы Курчатов, не умер бы Хоролел, не умер бы Жуков, то все это мы бы сделали. И страна бы сейчас была другой. Совершенно другой. И мир был бы другим. Совершенно другой.